По поводу управления мобильными устройствами, что нам нужно, как мы устанавливаем приложение, как мы привязываем мобильные устройства к нашему Windows Intune и прочие всякие интересные штуки. Это, собственно, тема сегодняшнего дня. Мы сейчас немного пробежимся в целом об управлении мобильными устройствами, потом вы сделаете лабораторную работу в облаке по поводу лабораторной работы. Вот там, по-моему, будет управление Windows Phone 8, то есть такое буквально там несколько кликов на 10 минут лаба. А потом мы с вами начнем подробно уже говорить о том, как настраиваются там коннекторы, всякие там домены, подписки, configuration manager, что мы конфигурируем, какие сертификаты нам нужны, как устанавливать ПО, как мы устанавливаем порталы и прочее, прочее, прочее. То есть здесь такой очень короткий обзор и плюс к этому теоретической части, как вы знаете, у меня куча скриншотов, как и вчера, да, я все это покажу, как это все настраивалось у меня, плюс я пока... У меня есть, вот вы видите, вот эту огромную сумку, которая забита мобильными устройствами. У меня с собой iPhone, Windows Phone 8 и планшет на Windows 8. И я раздам эти устройства, вы будете их подключать, ну, наверное, в мою лабу будете их подключать, посмотрите, как выглядит портал, как он там, куда нажимается, как подключается устройство. И плюс к этому еще будут отдельно большие уже лабораторные работы, опять же, в облаке, где будет Intune, Configuration Manager и подключение мобильного устройства и его настройка. То есть по поводу Android я, увы, не смогу предоставить никакую лабу. Вот, ну, Android посмотрим так, как это настраивалось. В принципе, там все очень легко и просто. Вот будет три лабораторные работы по поводу управления Windows RT и Windows 8, вторая Windows Phone 8 и третья по настройке iOS. Сегодня у нас четыре лабораторных работы, одна краткая обзорная к этому краткому обзорному модулю и три большие лабораторные работы к остальной такой огромной теоретической части. Вот сегодня у нас такой план. Поехали. По поводу Windows RT, что нам нужно? Ну, в принципе, ко всем, как мы видим, мобильным устройствам, кроме iOS, нам нужно доменное имя, чтобы мы могли зарегистрировать сервер, который будет управлять нашим устройством. По поводу iOS нам нужна регистрация в Apple Developer Program. Кстати, опять же, забегая вперед, я буду показывать все настройки, вот лабу там свою, все, что вот было сделано, это я называю там максимально бесплатная лаба. То есть мы там не будем использовать там сертификаты от Apple платные, там или сертификаты от Semantica, которые там будут нужны, которые тоже стоят денег и так далее. То есть я покажу, как бесплатно, полностью бесплатно подключить, какие можно типы устройств и что на них можно будет установить. То есть вообще для того, чтобы, скажем так, посмотреть, прочувствовать функционалы и понять, нужно вам это или нет. То есть я, например, вот не платил там ни копейки, да, там у меня установка там таких программ на такие-то устройства, других программ на другие-то устройства. Либо, например, нет установки программ. Вот на iOS я не устанавливал программу, потому что у меня нет платного сертификата. То есть я просто публиковал там ссылки на магазин. То есть я покажу, как просто бесплатно вот поработать, скажем так, с Windows Intune и посмотреть, что он умеет делать, не вложив в это денег. Но вообще, наверное, на рейтинг-риве приложение? Да, об этом я дальше расскажу, там по поводу установки приложений. Да, не будем спешить. По поводу требований к установке приложений. Если мы хотим устанавливать приложение на Windows RT или Windows 8, у нас должен быть сертификат, сертификатом должно быть подписано приложение, плюс у нас должны быть сайдлоудинг-ключи. Такое вот слово как бы кратко, потому что сайдлоудинг расшифровывается как ключ активации продукта для неопубликованных приложений. Язык можно сломать, пока все это произношешь, поэтому будем говорить по-английски. Это ключи сайдлоудинг. Для Windows Phone 8 у нас должен быть аккаунт Windows Phone Dev Center Company. И опять же сертификат Enterprise Mobile Code Signing. Об этом мы тоже дальше будем говорить. Каплу в принципе тоже самое. Нам нужны сертификаты регистрации. Для андроида. С андроидом все очень просто. Установка андроида, потом посмотрим в Labi, активируется одной галочкой. И установка программ тоже очень простая. Вы просто скачиваете готовые уже приложения из интернета. Ну или у вас там разработчики ваши какие-то есть. В формате APK вы его засовываете там в интюн, либо в Configuration Manager и просто устанавливаете. То есть вот установка андроида, она в принципе подключение андроида и установка на андроид, она просто бесплатна. Заплатить ничего не придется. И ко всем типам мобильных устройств есть свои company порталы. Кроме Windows Phone 8. То есть для Windows RT, iOS и Android вы их находите в магазинах. А для Windows Phone 8, company portal, вы должны будете там создать приложение через Configuration Manager либо через интюн и его установить. То есть оно есть готовое, но его нужно устанавливать. То есть вы его в Windows Store через Windows Phone 8 вы его в Windows Store не найдете. То есть установить его нельзя. Просто через магазин. Это вот единственное отличие. Но об этом обо всем, забегая просто уже вперед, обо всем как бы до мельчайшей галочки и все пошагово я расскажу. По поводу установки приложений на мобильные устройства. Вчера уже говорили, сегодня напомню. Если мы говорим про установку на компьютеры, мы можем делать пул установку, то есть предлагать пользователям для установки либо пушить это приложение. Если мы говорим про мобильные устройства, то можем, если это не корпоративное устройство, если личное устройство, можем делать только пул. Если мы в Intune или в Configuration Manager определяем, что это устройство у нас корпоративное, а не личное, можем тоже пушить. То есть можем делать назначение required. Предительная установка через Configuration Manager. Куда мы можем устанавливать? То есть Available можем делать на все типы устройств. Required Install для Windows Phone 8 недоступна, для остальных доступна, для Windows 8.1 и RT автоматически. Для iOS и Android у нас будет выскакивать запрос и пользователь должен сказать, что да, он действительно хочет установить это приложение. То есть нужно его одобрение. Может сказать, что да, увы и ах. По поводу компьютера уже поговорили. По поводу установки на мобильные устройства. В принципе, вчера тоже рассматривали. Что мы можем делать? Публиковать приложение к соответствующей платформе. Если там это если это восьмерка, то это EXE, MCI, APPX. Если это RT, то это только APPX. Ну, стандартно наши компьютеры там с операционной системой XP, Vista, семерка. EXE либо MCI. Windows Phone это XAP файлы. iOS это IPA и P-list. И к Android, как я уже говорил, это APK. Кроме этого, мы можем, повторяюсь еще раз, вчера тоже рассказывал, можем публиковать ссылки на внешние сайты. Просто будет ярлычок с ссылкой на какой-либо сайт. И можем публиковать ссылки на магазины приложений Windows Store, iTunes и Google Play. Что такое сайдлоудинг? Сайдлоудинг это процесс установки и разработки приложений для платформ Windows 8 либо Windows RT, минуя Windows Store. То есть, когда вы просто разрабатываете какое-то свое приложение, вы его подписываете, и вы можете это приложение опубликовать через наш сервис на эти устройства. То есть, что у нас поддерживается? Windows 8 RT, Windows 8 Enterprise или Pro, и Windows Server 2012. По поводу требований, если у нас Windows 8 Enterprise, она должна быть в домене, если компьютер не в домене или это Windows 8 Pro, то у нас должен быть вот такой вот ключик к реестрам. Ну и, соответственно, по поводу сайдлоудинг ключей, вы их покупаете, точнее, вы их получаете с сайта Volume License Service Center, либо, как я сейчас знаю, по поводу цен не могу сказать, их вроде бы можно купить отдельно, я вот этой темой не интересовался, их можно будет купить отдельно каким-то там бандлами, то ли по 10, то ли по 100 штук этих ключей, не имея доступа к порталу VLCS. То есть, можно просто купить и использовать у себя в работе. Установка приложений на Windows RT. Что нам нужно? В первую очередь, там нужны сайдлоудинг ключи. Если у нас нет этого ключа, мы, в принципе, можем создать приложение за PPX, сможем его назначить на устройство. Устройство получит это приложение, увидит, что у нас там есть ярлычок, пользователь кликает на ярлычок, пишется Install, и на этом все. То есть, приложение потом вылетает в процессе установки с ошибкой. То есть, нам нужно получить и активировать эти ключи, для того, чтобы мы могли устанавливать Line of Business нашим приложением. Если у нас Windows Intune, мы их активируем через эти ключи, через Windows Intune администратор консоль, либо, если это Configuration Manager, в разделе Software Application, там есть отдельный раздел Side Loading Case. Вон там в два клика создается этот ключ. Подгружаем сертификаты. Если у нас есть наш сертификат authority, мы оттуда берем наши сертификаты и этими сертификатами должны быть подписаны приложения. О подписке приложений у меня, по-моему, там будет дальше демонстрация. Я расскажу. По поводу Windows Phone 8. Что у нас должно быть? Наши приложения тоже должны быть подписаны сертификатом. Вот таким вот. Я буду читать это длинное название. Мы подписываем это приложение. Выгружаем это приложение в Windows Intune, либо же опять в Configuration Manager и устанавливаем на Windows Phone 8. Если у нас iOS, у нас для разработки приложений мы должны купить членство, как я уже говорил, и номер вот DUNS, не помню, как расшифровывается. Ну, те, которые будут работать с приложениями Android, те, наверное, точнее iOS, те узнают. Присоединяемся к программе Developer Enterprise. Подписываем приложение. Выгружаем приложение в Windows Intune, либо в Configuration Manager. Назначаем приложение на пользователя. Пользователь устанавливает это приложение. Все легко и просто. Да, по поводу сертификатовых ключей. Да, что у нас должно быть? Как я уже сказал, для Android у нас все бесплатно. Для iOS у нас должны быть куплены, куплен сертификат для разработки приложений. Для Windows RT, Windows 8.8.1 у нас должны быть сайдлоидинг-ключи и сертификаты, которые выданы нашей компанией либо внешним центром сертификации. И для Windows Phone 8 у нас должен быть куплен сертификат от компании Symantec. Процесс, насколько я знаю, занимает длительное время, то есть несколько дней, возможно, неделя и более. Насколько может быть это длительное. Я знаю, просто некоторые ребята покупали, рассказывали. И стоит он порядка 300 долларов, если я не ошибаюсь. Я буду показывать, как обойтись без него. Это немного в духе капитана очевидность, что нужно делать. Мы можем потратить какой-то кусок времени на получение сертификатов, прежде чем устанавливать приложение на пользователей, хоть касаемо Configuration Manager, хоть Windows Intune, хоть мобильных устройств. Проверять, конечно же, нужно, правильно ли установится это приложение, чтобы потом у вас не было каких-то лишних запросов в службу техподдержки с вопросами, почему я тут нажал, а у меня там ничего не работает. Устанавливать приложение через тонкие какие-то каналы ненадежные может быть либо не совсем разумно, либо очень дорого. Либо медленно, либо дорого, либо и медленно, и дорого. И мы можем публиковать, точнее, не публиковать, мы можем публиковать ссылки на наши магазины для того, чтобы пользователей устанавливали напрямую из магазина в эти приложения. Как я уже говорил, краткая, быстрая лаба по поводу мобильных устройств Windows Intune Standalone. То есть там Configuration Manager не будет. Лаба там буквально на несколько кликов. Что нам нужно сделать? Зайти на вот этот вот портал. Он доступен для всех, то есть у вас там будет кнопочка Sign In. Он доступен для всех, у кого есть Live ID, который, как я уже говорил, связан с Microsoft Partner Network. Да, то есть если ваша учетка привязана, то тогда вы сможете делать эти лабораторные работы. Ну, а там дальше вы видите, там сразу сверху будет Windows Intune Standalone и в PDF там краткое описание лабораторной работы и куда нужно заходить, что нужно кликать, то есть полная пошаговая инструкция. Что у нас есть, да? Ну, обо всем об этом мы говорили. У нас есть такая штука оранжевенькая, которая называется Connector Windows Intune. или же в русской документации это звучит как соединитель. В принципе, повторяться не буду. Сейчас мы будем уже говорить о том, как связывать Configuration Manager с Windows Intune, как подключать устройства, как настраивать Configuration Manager, какие там есть опции, как устанавливать приложения, как устанавливать порталы на мобильные устройства и так далее. Ну, для начала нам нужно создать группу пользователей, которые будут у нас работать с Windows Intune. Я назвал так вот по-хитрому Windows Intune Users, чтобы никто не догадался и сюда явно указал пару пользователей в режиме Type, как видите, Direct. Не суть важна, как вы их туда будете добавлять хоть всех. Добавил пользователей. В принципе, на этом все. У нас есть группа пользователей, которая будет работать с Windows Intune и мобильными устройствами. Далее, нам нужна подписка. Будьте, кстати, внимательны, потому что я видел некоторые презентации американские, когда они показывают уже готовую настроенную систему. Говорят, вот у нас там есть коннектор, а вот у нас там потом есть конфигурация Windows Intune еще, в смысле подписка Windows Intune. Так вот, сначала первым делом вы создаете подписку Windows Intune, а потом уже создаете коннектор. У вас появится новая роль Windows Intune Connector. Иначе, пока вы не создадите подписку, у вас не появится этой роли, и возможно вы будете в некотором замешательстве, а где же эта роль? Вроде бы как у меня все правильно сделано. Итак, зачем нам нужна подписка? Она за параметры конфигурации Windows Intune. Вы там ставите определенные галочки, вы указываете, кто подключается к Windows Intune, то есть идентифицируйте себя явно, чтобы Configuration Manager и подписка понимала, что вы действительно являетесь глобальным администратором и имеете право это делать. Она получается сертификат для коннектора Windows Intune. В подписке Windows Intune, кроме этого, вы указываете, какие пользователи, то есть какая группа пользователей будет работать. Ну, правильно сейчас уже говорить, если мы говорим про Configuration Manager, какая коллекция пользователей будет работать с Windows Intune. И указываете дополнительные параметры для типов мобильных устройств, то есть какие, для типа операционных систем, извините, какие операционные системы будут работать. Нажимаете здесь вот Add Windows Intune Subscription в разделе администрирования Cloud Services. Выбираете Add Windows Intune Subscription. Wizard нажимаете Next. И на следующей странице он вас просит зайти в ваш Windows Intune. Нажимаете кнопку Sign In. Здесь у вас есть вот такая вот хитрая галочка. Вы говорите, да, я действительно понимаю, что я сейчас буду делать MDM через Configuration Manager. И в... У меня, по-моему, там будет дальше скриншот. Вот. И в консоли Windows Intune вам тоже нужно указать, что вы MDM теперь будете делать через Configuration Manager. То есть вы на откуп Configuration Manager его отдаете. MDM, чтобы потом не было у вас никаких вопросов. Здесь вы ставите галочку, что да, я действительно понимаю, что у меня будет MDM через Configuration Manager. И это не может быть изменено. Из одной точки мы не будем управлять. только из одной, да. То есть либо через Windows Intune, либо через Configuration Manager. Кстати, после того, как вы через Configuration Manager это настроили, через Windows Intune у вас нет просто таких опций, то есть придется все это удалять. Нажимаете ОК, у вас выскакивает окошко для входа в систему Windows Intune. Вводите параметры, ну, в смысле, свои учетные данные. далее указываете на следующей следующей вкладке мастера группу пользователей, коллекцию, в данном случае Windows Intune Users. Указываете организационное имя, там, цвет, что еще там, указываете код сайта. Далее платформы. Я здесь принципиально не ставил никакие галочки, потому что я это буду настраивать дальше. То есть какие типы устройств будут работать с моей Windows Intune. Указываете, какие-то данные, которые может видеть пользователь. То есть там, кому звонить, кому писать, кому обращаться. Какие-то корпоративные там, лого, я не знаю. Цвет. Ну, в принципе, здесь такого ничего сложного. Все уже сделали до этого. Но он говорит теперь, что ваша Windows Intune Subscription будет добавлена. Но кроме этого, вам еще нужно в сайт System Rules добавить Windows Intune Connector. Вот он здесь есть. Это будет вам говорить о том, что коннектор настраивается потом, после подписки, а не наоборот. И, в принципе, все. По поводу создания коннектора. Что такое коннектор? Это шлюз, который связывает, связывается с мобильными устройствами и сохраняет параметры. Это, скажем так, некоторая прокладка между Windows Intune и Configuration Manager. Отправляет параметры и сведения о развертывании приложений Windows Intune и получает сообщение о состоянии и интеризации от мобильных устройств. Windows Intune Connector вы можете настроить либо на Central Administration сайт, если у вас есть иерархия сайтов Configuration Manager, либо на отдельно стоящем Primary сайте. Если у вас есть иерархия сайтов Configuration Manager, вы не можете на Primary сайте это настроить. То есть на самом высшестоящем сайте это делается. Либо на кассе, либо просто, если у вас отдельный Configuration Manager, то это Primary сайт. Ну, касс такая штука редко используемая в наших краях, поскольку мало на кому нужна. И вот там в Add Site System Rules вы увидите Windows Intune Connector. И вот мы здесь выбираем, то есть у нас появляется новый сайт System Server, ManageMicrosoft.com и впоследствии он будет использоваться ManageMicrosoft.com как ваша Cloud DP, то есть это облачная точка распространения будет. Мы создаем мы коннектор на верхнем уровне. В данном случае у меня это Central Administration Site, то есть у меня не один настоящий Primary Site. Что такое коннектор? Это шлюз, который связывается, я уже говорил, с мобильными устройствами и сохраняет параметры, получают сообщения и так далее. Выбираем Add Site System Rules, здесь все у нас тоже понятно и вот мы выбираем Windows Intune коннектор и на этом в общем-то все. То, что со стороны Configuration Manager базово нужно было сделать, то есть подписку и потом коннектор. Mobile Device Management Windows Intune вот здесь мы Set Mobile Device Management Authority, где вот в тасках вы видите, здесь нужно было кликнуть и выбрать, то мы отдаем это Configuration Manager я просто уже скриншот снял потом, после того, все уже было сделано, вспомнил, что нужно еще и Windows Intune показать, то есть тут вот кнопочка уже неактивна и вы через MDM, вы точнее MDM через Windows Intune уже делать не можете, да, только через Configuration Manager. что у нас здесь есть Windows Intune Subscription Properties Android аж целая одна галочка, просто активировать управление через Android, все, то есть вам больше ничего со стороны Android не нужно. Есть портал для Android который называется портал организации Intune, который вы можете найти в магазине, он бесплатен, вот он, есть, нажимаете кнопочку установить, запускаете этот портал после установки, выбираете добавить новое устройство, как видите, у меня здесь скриншоты сняты со всех моих устройств, в том числе и с моего планшета Android, указываете параметры входа в систему, у нас этот пользователь входит в Windows Intune Users, как вы помните, когда я создавал коллекцию пользователей, делаете вход, он вот так вот думает, думает, подключает устройство, он говорит, вы действительно хотите подключить это устройство, активировать устройство для Windows Intune, что там администратор сможет там удалять данные, там изменять пароль для снятия блокировки экрана, там правила выбора паролей делать там и прочее, прочее, вы не пугаетесь, мы говорим, да, активировать это устройство, активируем его, думает, думает, думает наш Android, подключает наш Android устройство к Windows Intune, ну и мы видим, в общем-то, вот так выглядит портал для Windows Intune, что у нас здесь еще есть, здесь есть мои устройства, вот они здесь, на которые показано, что к этому пользователю уже привязано, то есть, какие у него есть уже устройства, вот они, да, обратиться в эти отделы, там написать письмо, там или позвонить, создание приложений, как я уже сказал, нам для создания приложений ничего не нужно, кроме навыков поиска APK файла в интернете, скачиваем просто APK файл, создаем приложение через Configuration Manager, Create Application Wizard, не знаю, кто там видел, кто нет, указываем, где лежит наш APK файл, в Type указываем, что это APK для Android, информацию, которая видим, которая вычиталась из этого файла, потом ее можно сменить, в данном случае я там взял первое попавшееся приложение, там, EasyPad какой-то для установки, и вуаля, мы создали это приложение, то есть в принципе вам больше ничего указывать не нужно, там никаких параметров вы видели нигде. Далее мы это приложение назначаем, то есть делаем Deploy Software, указываем, что мы деплоим этот пакет EasyPad, деплоим на какую коллекцию, на коллекцию Windows Intune Users, добавляем его на точку распространения, здесь вот я спешил по ошибке, указал неправильную точку, ну в принципе она здесь не нужна, которая CCM, что там у нас, CAS, фирма Local, у нас будет здесь вот только ManageMicrosoft.com, наша облачная точка распространения, на которую мы будем добавлять все файлы, которые будут нужны нашим мобильным устройствам. Говорим Install Available, то есть делаем это приложение доступным для установки пользователю, настройка расписания у нас нет, потому что это приложение доступно, а не устанавливается принудительно. Я сейчас покажу. Здесь у нас алерты и работа в связке с Operations Manager и в общем-то финиш. Что у нас есть еще? У нас есть публикация ссылок на Google Play. Заходим на Google Play, получаем ссылку какую-то в браузере, хотим установить приложение, ну в данном случае я для примера взял TeamViewer, когда создаем приложение, выбираем Type, это у нас ссылка на Google Play для Android, добавляем просто эту ссылку копипастом, даем ей какое-то там внятное имя, так чтобы нам в консоли было понятно и в общем-то все. Назначаем это якобы приложение, на самом деле это не приложение публикации, просто ссылки будет на Google Play, назначаем это приложение на коллекцию с пользователями опять же Windows Intune Users, которые мы создали, добавлять нам на Distribution Point ничего не нужно, это просто ссылка файла у нас нет, ну здесь параметры мастера по умолчанию здесь конфигурирует и нечего. что мы имеем что мы имеем в наших приложениях мы имеем вот наш там EasyPad, остальные приложения и наш вот TeamViewer, который мы просто опубликовали. Если мы выбираем приложение, которое мы устанавливаем, в данном случае EasyPad, нажимаем кнопочку установить, это приложение скачивается с облачной точки распространения, скачалось и у нас такое окошко выскакивает как мы будем его устанавливать. Ну вариантов у нас там не особо много, мы говорим, что это будет программа установки клиента, то есть мы просто устанавливаем APK файл, как если бы он у нас был просто на устройстве. Туда мы его руками положили, запускаем, приложение там показывает свои данные, что он там будет обращаться там к чему-то в данном случае к памяти, нажимаем установить, приложение установилось и вон оно там видно, Предельно до безобразия. Открываем, проверяем, оно работает. Публикация TeamViewer, открываем наш TeamViewer, нажимаем на кнопочку и нас сразу выбрасывает на наш Google Play. Все легко и просто. Хорошо, подготовка системы для работы с iOS, что нам нужно первым делом. Поскольку я в iOS вообще был новичок, я даже не знал, что там есть какие-то Apple ID, я его зарегистрировал. Первым делом нам нужно зарегистрировать Apple ID, в данном случае я выбираю Create Apple ID. Указываю свое там имя, фамилию, указываю почту, указываю пароль. Для чего все это делается? Для того, чтобы запросить с Apple сертификат. Об этом будет дальше, у нас в криншотах видно, об этом я дальше расскажу. Получили мы наш Apple ID. Что мы делаем? Мы в консоли Configuration Manager выбираем Create APN Certificate Request. То есть, делаем сертификат для запроса сертификата. Нажимаем кнопочку эту, выбираем Browse, указываем, куда сохранить этот сертификат. Вот мы его сохранили. Нажимаем Download. Скачивается наш сертификат после того, как мы вошли в Windows Intune подписку. Вот он скачался. В консоли Configuration Manager опять же в свойствах Windows Intune Subscription. Выбираем вкладку iOS. Говорим, мы теперь работаем с iOS. И вот здесь в подсказке Step 2. Точнее, Step 2. Шаг 2. Запрос сертификата с сайта Apple. То есть, мы прошли шаг 1. Запросили сертификат, который нам нужен для шага 2. Переходим в Apple Push Certificate Portal. В данном случае нам нужна та вот Apple ID, которую мы зарегистрировали. Входим туда. Что мы получаем? Здесь кнопочка Create Certificate. Нажимаем ее. Принимаем лицензионное соглашение, которое никто никогда не читает. Выбираем кнопочку Browse на следующей страничке и выбираем тот сертификат, который нам сгенерировал Configuration Manager. Выбрали. Нажимаем Open. Выбрали его. Нажимаем Upload. Загружаем его туда. И смотрите внимательно. Вам Configuration Manager возможно предложит скачать вот такой файл с расширением Json. Вот это неправильно. Это не то, что вам нужно. У вас проблемы с браузером. Нужно перелагониться или взять другой браузер. Потому что может быть вот такая штука. И когда вы эту штуку в виде сертификата попробуйте загружать в Configuration менеджер у вас ничего не выйдет. Я сделал акцентированное внимание. Даже болтом выделил что у вас проблемы с браузером. Это не то, что нам нужно. А нам нужно что? Нам нужно чтобы мы увидели вот такую вот страничку сертификаты чтобы мы увидели вот такую страничку сертификаты для сторонних серверов. Мы загрузили наш сертификат и в ответ получаем другой сертификат. Нажимаем кнопку Download и скачивается вот такой сертификат с расширением PEM. Говорим Save и потом этот сертификат выбираем Browse и подгружаем этот сертификат уже в подписку Windows Intune Subscription. Из этого момента мы можем управлять нашими устройствами iOS. Вот в принципе это делается за 20 минут. Весь процесс я прошел. Заходим на устройство открываем устройство в данном случае это iPad дальше я покажу iPhone у меня кстати iPhone с собой есть можем посмотреть чуть позже открываем то же самое приложение из магазина называется Windows Intune Company Portal опять же чтобы никто не догадался нажимаем установить устанавливаем приложение входим в нашу подписку точнее ну да в нашу подписку в наш Windows Intune входим с нашими корпоративными данными входим на наш портал видим устройство которое у нас уже зарегистрировано вот в данном случае предыдущий Android который у нас был и вот сейчас мы подключили iPad который еще там не совсем подключен скажем так вот его здесь видно мы должны добавить наше устройство говорим добавить устройство нажимаем вот здесь кнопочку добавить он думает 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 добавлять наше устройство и потом предлагает сохранить менеджмент профайл то есть профиль для через который мы будем управлять нашим iOS устройством говорим установить может вы действительно хотите установить это там изменит ваши настройки там ай-яй-яй мы говорим да установить нажимаем еще раз установить проверяет а проверен регистрация сертификата профиль установлен нажимаем готово и вуаля вот мы имеем наш портал организации на нашем айпаде открываем его еще раз и видим что у нас теперь наш айпад без значка восклицательного знака то есть наше устройство уже полноценно добавлено и мы можем с ним работать что у нас здесь еще есть сведения об устройстве вот мы видим да какие у нас есть выполнить сброс устройства удалить устройство переименовать его если мы возьмем это очень смешная такая операция и потрясем немножко его в воздухе наше устройство то выскакивает окошко диагностики он говорит отправить диагностические данные в IT-отдел или нет просмотр журнала можно выбрать вот увидеть вот такую информацию которая возможно там будет кому-то полезно ну явно не конечному пользователю или возможно конечному пользователю он даже не будет вникать что это такое да как он там работало и не работало мы посмотрели эту информацию мы говорим отправить данные в IT-отдел пусть они разбираются почему все это дело у нас не взлетело или не взлетает там что-то возможностям например какой-то софт не устанавливается мало ли там чего бывает нажимаем кнопочку отправить и вуаля со стороны интюна ой извините со стороны подключения айфона суть та же самая мы просто подключаемся к интернету заходим в магазин приложений находим Windows Intune Company Portal нажимаем установить вот здесь видим оно устанавливается это дело это информация о этом приложении когда вот оно там было выпущено в данном случае в декабре прошлого года требуется iOS 6.0 и позже заходим с нашими корпоративными данными и видим в данном случае что у нас здесь тоже восклицательный знак что нам нужно это устройство добавить чтобы оно полноценно работало с нашим Windows Intune нажимаем добавить устройство добавляется это устройство опять же то же самое окно выбора профиля установки профиля нажимаем установить у нас выскакивает такое окошко что действительно вы хотите установить или нет там создается ключ создается сертификат устанавливается профиль добавляется устройство нажимаем готово и те же самые параметры которые мы видели по поводу диагностики и отправки этой информации в IT-отдел на этом в общем-то по поводу подключения айфона и айпада все по поводу публикации приложений с Apple Store я говорил что у меня максимально бесплатная такая вот конфигурация то есть у нас нет сертификата платного мы не можем приложение добавлять в этой конфигурации не можем добавлять приложение для iOS но мы можем публиковать ссылки создаем приложение в данном случае в типе приложения мы указываем что это у нас публикация ссылки на App Store нажимаем кнопку Browse и видим собственно окошко с нашими со всеми приложениями кто работал там с айфоном айпадом все наверное это видели выбираем какое-либо здесь приложение например там вот такое нажимаем ok и здесь заполняется ссылка где находится это приложение next 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 finish и вуаля публикуем опять же это якобы приложение на самом деле это просто ссылка публикуем на группу пользователей Windows Intune Users ничего никуда не распространяем у нас нет никаких файлов проходим мастер по умолчанию и когда мы заходим в приложение на нашем данном случае на iPad видим ссылку нажимаем на нее запуск и нас перебрасывает на Apple Store то же самое в принципе так же выглядит и на iPhone публикация ссылки заходим по ссылке переходим на Apple Store и лабораторная работа по подключению iOS к Windows Intune вместе с Configuration менеджером по поводу подготовки системы для работы с Windows RT как я уже говорил нам нужны сайдлодинг кейс они добавляются в рабочей области управления всеми установками называется там как software у нас software library и по правовому клику говорим добавить сайдлодинг кейс его здесь вбиваем по поводу работы самой Windows Intune с Windows RT нам здесь нужно поставить галочку что да мы работаем с Windows RT Windows RT 8.1 и Windows 8.1 тут указано you can manage loading case понятное дело через application management мы это все сделали можем добавить сертификат для подписи со стороны Windows RT как это выглядит мы берем устройство ищем если мы там искали там корпоративный портал Windows Intune то здесь называется company portal мы его находим вон он весит чуть больше 4 мегабайт устанавливаем его установили вот эта штука здесь у нас есть вот это даже мое лицо все по честному снято с моего планшета вон у меня сумки валяется достану сейчас вот наш company portal открываем его входим с учетными данными понятное дело и когда мы вошли он говорит что вам нужно добавить это устройство вы хотите управлять либо не хотите мы говорим да мы хотим управлять и он нам перекидывает нас на страничку то есть это вот полный скриншот вот экрана перекидывает нас на страничку microsoft adding your device где пошагово описано что нам нужно сделать чтобы подключить наше устройство мы заходим change pc settings network workspace и говорим разрешить управлять этим устройством IT администратором как это выглядит на практике открываем change pc settings открываем network workspace добавляем наш ID и нажимаем turn on дело это думает 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 подключается к нашему windows intune если здесь у нас правильная учетная запись входим еще раз windows intune он нам следующим делом выкидывает окошко вот такое говорит разрешить IT администратором устанавливать приложение и управлять этим планшетом мы говорим да разрешить нажимаем turn on и как видите turn on сменился на turn off мы подключили наш windows rt в общем то с одной стороны все не так уж сложно по поводу установки приложения на windows 8 ну и на windows rt дальше я покажу почему на rt не получилось потому что у меня нет ключей я сразу оговорюсь я не являюсь специалистом по разработке приложений делал это сам пошагово плюс-минус понимая в чем суть открываем я вот скачал из интернета есть такая штука на сайте технет windows 8 app samples то есть набор просто пачка приложений готовых к установке нам их нужно скажем так немножко обработать visual studio у меня есть честная visual studio открываем ее visual studio говорим open project открываем наш проект с расширением cp approach он говорит у вас нет лицензии разработчика он говорит получить лицензию разработчика он говорит войдите с вашими учетными данными я их вбиваю в свой live id который у меня имеет право получить девелоперскую лицензию он говорит спасибо вы получили лицензию разработчика и мы попадаем в visual studio делаем build проект правой кнопочкой выбираем build он говорит спасибо build произошел успешно то есть буквально всего несколько кликов и говорим сохранить наш проект выбираем create packages то есть сохранить пакет для установки вы хотите опубликовать в windows строго нет не хотим выберите куда вы его хотите сохранить говорим create сохраняем наш проект можете его найти вот здесь по этому пути и вуаля вот мы получили наш проект в этой вот папке слева на скриншоте указано что мы дальше делаем то есть если это доменные машины мы говорили что нам нужно распространить сертификат под это предложение создаем gpo ну это наверное все видели да все понимают то есть создаем линкуем групповую политику на уровне домена в настройках выбираем publicate policies импортируем сертификат дальше импортируем сертификат вы видите это приложение внутри там лежит сгенерированный сертификат который был создан в процессе выбираем этот сертификат назначаем его в trusted root certificate of solities и вуаля вторая групповая политика это разрешить устанавливать все разрешенные приложения поставили вторую политику на этом все создаем приложение выбираем create application и как вы здесь видите выбираем тип windows app да вот они у нас appx выбираем наш appx пакет опять же из этой папки которую нам сделал нам сделал visual studio сводная информация вычитанная какую-то информацию можем поменять на этом все и назначаем наш пакет опять же на windows intune users вот у нас создался пакет назначаем его на windows intune users добавляем его в manage microsoft.com на нашу облачную точку распространения install available и остальные параметры все по умолчанию нам ничего не нужно если мы заходим видите вот я зашел как петя то есть это тот пользователь который входит в windows intune он получил те windows intune коллекцию те приложения которые на него и так обычно назначены и вот это приложение которое у меня было сделано из appx пакета портал там кто видел знает со стороны configuration менеджера пользовательский портал который называется application каталог по-английски нажимаем установить приложение установлено и вот мы на windows 8 не на windows 8 арти прошу заметить а на windows 8 вот мы его здесь видим и отсюда с ним уже работаем по поводу управления сертификатов что хотел бы сказать немножко забегая вперед configuration менеджер может управлять сертификатами просто эту тему внес перед windows 8 потому что сейчас мы будем распространять сертификаты на windows 8 configuration менеджер может выдавать сертификаты устройством для различных целей в том числе для установки VPN соединений или Wi-Fi соединений может мониторить выданные сертификаты когда у них там истекает срок действия и так далее какие у нас есть сертификаты те которые работают по протоколу simple certificate enrollment протокол и которые просто выданы нашим центром сертификации trusted CA в зависимости что у нас должно быть ну active directory понятное дело если мы хотим работать с сертификатами simple certificate enrollment протокол у нас должна быть служба на windows сервер 2019 R2 поднята которая называется network device enrollment service поддерживаемая платформа на кого мы можем выдавать сертификаты android ios windows 8 rt windows 8 1 теперь мы выдаем сертификат как видите вот имя я здесь назвал так чтобы нам было понятно тот же самый сертификат который мы только что выдавали через группы политики мы теперь будем его выдавать на windows rt мы заходим в рабочую область asset and compliance то есть не в software library а в asset and compliance и там находятся вот те параметры которые относятся к сертификатам групповым точнее извините к сертификатам к корпоративным политикам и прочему выбираем trusted CA выбираем имя какое-то и выбираем оттуда же из папки вот наш сертификат и который мы помещаем врут нашего локального компьютера говорим для кого предназначается этот сертификат для какой операционной системы выбрали операционную систему и вуаля дальше в этот сертификат назначаем назначение вот аж целая одна такая картинка один скриншот то есть просто одно окошко мы выбираем наш сертификат который мы создали говорим deploy и у нас есть вот одно окошко где мы выбираем нашу коллекцию я выбираю all mobile devices ну я отдельно там на windows rt там и на другие не делил потому что у меня там все всего там этих пять устройств в лабе нажимаем ok и все да и сертификат этот попадает на устройство как мы мониторим этот сертификат то есть куда он приехал мы видим вот у нас здесь пять устройств два зелененьких вот мы видим куда он приехал на android приехал и на мой surface приехал и мы видим его там какие-то данные здесь вот его отпечаток там 57 семье и так далее сертификат на устройство попал и здесь мы можем видеть кстати вот 57 семье тот же самый отпечаток да вот я открыл это вот мой windows rt я открыл вот они как называются microsoft корпорейшн по хитрому чтобы никто не догадался находится не в трассе труд сертификейт ассори тем сертификаты и выданные сертификаты configuration менеджером ни откуда там попавший а именно от configuration менеджера далее открываем наш портал на пользователя же назначена и вот мы видим это приложение которое там у нас называется как там а там пап да и мы его можем устанавливать ну дальше открываем его нажимаем кнопку install но установку я не покажу потому что у меня нет сайдлодинг ключей вы можете нажать install он будет там состояние инсталлен повисит какое-то время и потом выдает вам ошибку приложение могло быть установлено вот то есть попробовать посмотреть вы это дело можете ну ключи мне нет говорил еще раз повторюсь у меня максимально бесплатная лаба каждый может это сделать не затратив денег посмотреть просто функционал это была установка приложения на windows rt поехали дальше что нам нужно со стороны windows phone 8 как нам нужно подготовить нашу систему у нас есть такая штука которая называется support tool for windows intune trial management for windows phone 8 вот его можно здесь скачать по этому адресу она бесплатна она доступна для всех что в нее входит в нее входит два приложения для тестирования для установки на windows phone входит временный сертификат и там же корпоративный портал заметьте в виде файла для windows phone 8 то есть как я уже говорил вы не можете корпоративный портал найти в магазине приложений если вы пользуетесь windows phone 8 его нужно устанавливать об этом дальше запускаем инсталляцию принимаем лицензионное соглашение которое опять же никто читать не будет указываем куда мы распаковываем установили далее создаем приложение выбираем видите windows phone packages package в виде ксап файлов и выбираем наш путь куда мы распаковали наше приложение выбираем ssp этот файлик выбрали назвали его как-то вменяемо что это windows phone company портал так чтобы вам было понятно там вот его версии автоматически прописалась нажимаем next на этом всем далее распространяем это приложение windows phone company портал добавляю его опять же на нашу cloud distribution point manage microsoft ком которая у вас появилась добавили туда туда оно приехало вот мы увидим здесь что оно доехало вот наш windows phone портал дальше хитрая такая штука которая называется configure vp8 settings нижнее подчеркивание по моему field да это вот такой вот есть скрипт там же в этой папке зачем он нам нужен нам его нужно запустить в первую очередь да для того чтобы получить данные от нашего приложения которое мы перед этим создали с какими параметрами мы его запускаем с скрипт запускаем наш вот ниже название . в vbs прописываем сервер верхнего уровня то есть либо это наш primary сервер либо cas query ssp model name да то есть запрашиваем имя нашего портала сел сервис портала и вот там он выдает вот такие вот параметры model name там баба баба бабам получили мы это дело дальше мы запускаем этот же скрипт с другими параметрами прописываем опять же как вы видите здесь вот у меня не знаю насколько четко видно ssm cas да указано в качестве сервера так сервер и называется прописываем сервер save settings и указываем это имя которое мы получили вот он scope id нижнее подчеркивание и так далее то что мы получили перед этим да то есть наше имя ssp прописали сюда он там думал 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 подумал и закончил свою работу вот здесь вот на скриншоте видно когда мы переходим на вкладку windows intune subscription мы видим что у нас здесь активировано windows phone 8 и у нас здесь указаны сертификаты и указано как видите имя портала то есть до этого у нас этого не было то есть это все делается вот так вот автоматическом режиме указывается сертификат и указывается имя портала это если мы говорим про бесплатные да то есть как можно попробовать работу с windows phone 8 проплатная как бы не буду говорить нажимаем ok ну здесь мы просто посмотрели можно не нажимать там ok у нас готова наша система для работы с windows phone 8 далее со стороны windows phone 8 как это выглядит мы заходим в раздел настроек систему и здесь есть приложение организации нажимаем приложение организации говорим добавить учетную запись и прописываем нашу учетную запись нашу публичного домена который у нас есть пароль указываем говорим вход эта штука думает думает потом говорит установить приложение или раздел организации обязательно ставим эту галочку говорим готово и получаем фирма зарегистрирована мы зарегистрировали этот телефон все в принципе очень просто со стороны конечно пользователя если мы заходим в раздел приложений вот здесь у нас появляется приложение корпоративный портал то есть по этому имени вы не найдете в магазине приложений этого приложения то есть она у нас установилась через configuration менеджер да мы его сделали там далее открываем наш корпоративный портал это вы уже видели это окошко вводим наши данные и получаем вот нашу фирма устройство какие устройства какими устройствами наш петя пользуется вот таким вот устройствами что у нас есть опять же обратиться в эти службу отправить данные позвонить вот так вот выглядят журналы корпоративного портала то есть какая там информация есть которая нужна кому это мы определяем в настройках мы это уже делали то есть это придать не нужно нажимаем кнопочку отправить и вот полетел нашему администратору все это вот снято как бы все скриншоты вот живые с телефона вот он лежит а сейчас я вам раздам телефоны установка приложений опять же выбираем ксап файлы windows фон апп пакет и здесь вот есть два ксап файлика в этом же наборе для в этом же триальном наборе для тестирования windows фон работы выбираем ксап файл имя прописано next 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 ничего сложного далее назначаем это приложение на коллекцию опять же windows intune users добавляем приложение на distribution point назначаем его с параметрами по умолчанию здесь в принципе ничего больше трогать не нужно заходим на наш портал открываем приложение и вот три приложения которые у нас есть windows фон компании портал установился автоматически а вот эти вот шейпс и клик ми мы можем установить этого два тестовых приложений у нас есть открываем приложение нажимаем установить вы действительно хотите установить приложение да хотим установить она устанавливается вот она есть мы запускаем и она работает интервизация мобильных устройств вот есть ряд параметров которые снимаются здесь не указана самой левой колонки ну и по каждой операционной системе можно посмотреть какие параметры снимаются на самом деле конечно не так много как хотелось бы я надеюсь с обновлением до следующих версий но когда будет обновляться windows intune параметров этих будет больше то есть вы видите здесь есть ряд там не применимо не применимо то есть там не по всем мобильным платформам мы можем снимать там всю информацию если сделать некоторую такую некоторое сравнение то можно заметить что те же говорил под ios у нас больше всего параметра вот снимается в режиме интеризации как это выглядит открываем ресурсы explorer кто работает с configuration менеджером тот видел то же самое правый клик на мобильном устройстве выбираем ресурсы explorer и смотрим параметры которые нам доступны для просмотра то есть по каким параметрам есть интеризация ну и в правой части вот наша интеризация есть сейчас в принципе покажу и посмотрим заодно какую мы интеризацию сняли по тем устройствам которые мы сегодня подключили информация общее об устройстве правильно модель определили правильно отлично модель что у нас здесь есть система сейчас мы туда подойдем и мы даже засветили телефон тип платформа серийный номер мы последние 4 цифра как минимум на отлично я так понимаю это даже оператор у нас здесь есть даже правильно чудесно в общем сейчас для сравнения посмотрим там какой не знаю мой windows phone или те windows вон это другие портал организации которые мы установили то есть я хотел бы обратить внимание что здесь происходит учет установленных приложений только после того как мы подключили устройство то есть все что до этого было установлено его здесь увы не будет с момента подключения да все что после момента подключения все будет здесь отображено общая информация какая у нас платформа какая версия данные по паролю процессор вот так вот как есть я не знаю насколько это верно не специалист по железу андроида нет тут глубже мы никуда провалиться не можем то есть только тут свойство на свойствах у нас тоже ничего здесь не будет система и статус можно открыть что-нибудь другое не знаю там от windows я там windows phone вот этот наверное да информация об устройстве люми 820 есть есть у нас общая информация тип платформы там и так далее ну по-моему здесь меньше чем мы смотрели да то есть тут у нас нет ни имейне номера телефона не мобильного оператора нет это зависит от платформы это не от версии конкретной операционной системы а от платформы зависит то есть не все процесс системы это я приводил сравнить на таблицу до этого не все мобильные платформы отдают одну и ту же информацию ну вот по серфейсу можно еще по моему глянуть по айосу давайте вот у нас айпад айфон есть здесь больше вот параметра уже сразу видно пятый у нас айфон вот здесь имей как вы видите номер телефона платформа а вот а да да мобиль в айфоне в этом есть да там карточка киевстара вот здесь у нас нет серийный номер телефон как бы это определил память по моему там памяти у нас не было предыдущих информация об устройстве информация по паролям я кстати дальше буду показывать презентацию и я буду сейчас показывать корпоративной политики собственно вот политику который определил что у нас должен быть пароль с минимум четырьмя символами и здесь вот показана эта информация что назначена политика по паролям даже вот так вот есть ну он он скажем так актуален на момент снятия нейтрализации что есть информация системе статус можем смотреть что у нас там еще и опадки здесь здесь у нас кстати пока этот сразу на глаза попалась change ownership здесь мы можем менять с персонального на корпоративное устройство соответственно иметь больше возможностей айпад ну как я понимаю третий у нас айпад да сейчас у меня его с собой нет информация по айпаду тоже email IEM платформа серийный номер память информация по системе power процессор статус и общая информация еще раз о системе но вот как то так это то что у нас есть в инвентаризации соответствие параметров опять же кто работал с конфигурация менеджером тот уже знает кто нет расскажу кратко суть соответствие параметров в том чтобы проверять компьютеры мобильные устройства на заданные нами политики соответствует наш компьютер каким-то политикам либо нет в конфигурация менеджера седьмом это называлось desired configuration management в девяностом это называется compliance settings и это этот функционал теперь подходит как для компьютеров серверов так и для мобильных устройств что мы можем проверять какие у нас вообще настройки по по есть потому что они где хранятся они обычно хранятся в реестре то есть мы можем проверять реестр можем проверять vmi можем делать запросы к active directory можем делать какие-то запросы к базам данным SQL можем проверить файловую систему там есть у нас какие-то файлы там и нужны нам версии и так далее либо их нет и в соответствии с этим мы определяем правильно ли настроено наше устройство грубо говоря то есть у нас есть какие-то корпоративные политики которые мы задаем наши компьютеры получают политику вычитываем в этой политике что им сказано наши компьютеры получают политику им сказано проверять на соответствие таким-то параметрам к примеру если у тебя софт активирован значит у тебя там есть какой-то ключик реестра мы проверяем на наличие этого ключа реестра если этого ключа реестра нет мы делаем вывод что там есть софт но нет активации для этого софта значит это там например нехорошо да и нам нужно активировать софт на этих компьютерах то же самое относится и к мобильным устройствам то есть мы можем проверять ряд параметров об этом буквально на следующем слайде про это мы на самом деле можем очень много для различных типов устройств то есть как я уже говорил для windows phone windows rt все это подходит для ios и для андроида андроида ну это вот здесь для конкретно для этих вот нет параметров которые вы сейчас видите в самом левом столбце здесь у нас нет так понимаю вот для андроида здесь нет дальше нет вот есть у нас что у нас там шифрование да для андроид 4 дальше вот еще какие то параметры появились настройки по паролям что у нас там еще это тоже настройки по паролям сложность пароля я просто не вижу а качество пароля качество пароля вот то что относится к хромингу безопасности я вот взял это из официальной документации мне тоже не совсем это понятно ну такое дело на самом деле может оно есть но таблица не соответствует заданному но мы сейчас дальше глянем как это выглядит что мы делаем когда нам нужно проверять какие то настройки вот для примера вот взял айфон который у меня есть который вы видели как это выглядит взял для примера вот самую простую настройку мы создаем compliance извините configuration item и после этого создаем configuration baseline что такое configuration item это одна либо более настроек то есть configuration это просто настройка которую мы проверяем а configuration baseline это уже сборник разных настроек либо он может составить этот так называемый сборник из одной настройки configuration baseline мы уже назначаем на компьютеры то есть сначала определяем политики потом политики скажем так засовываем в некоторый контейнер и этот контейнер уже назначаем на компьютеры там на сервера на ноутбуке либо же на мобильные устройства для начала нам нужно создать configuration item выбираем имя ну я здесь задал так чтобы нам было всем понятно что это такое и выбираем для кого применимо это настройка будет для компьютера windows для macos либо для мобильных устройств следующим этапом мы выбираем какие настройки мы будем проверять настройки которые относятся к паролю к устройству к работе с контентом к работе с безопасностью и так далее так далее то есть чем больше я здесь выберу тем больше их соответственно будет на следующей вкладке нашего мастера я выбираю настройки по паролю и здесь я меняю с неопределенно require то есть у нас явно должен быть включен пароль на устройстве iphone я сейчас могу его включить загрузить и он у меня запросит этот пароль далее я еще поставил одну галочку говорим что у нас пароль должен быть обязательно на этом устройстве и он должен быть не менее четырех символов остальные параметры я не конфигурирую нажимаю next выбираем для кого применимо будет это политика я выбираю iphone 5 6 и 7 версии не добавляем никаких дополнительных параметров хотя excluded извините плохо вижу excluded settings он показывает какие параметры здесь у нас не будут применяться каким-то либо мобильным операционным системам в чем суть здесь честно говоря не совсем удобно сделан мастер поскольку мы сначала выбираем параметры а потом эти параметры назначаем на какие-то операционные системы было бы хорошо сделать это наоборот для того чтобы мы сначала выбирали мобильную операционную систему мы потом определяли параметры, которые только к ней применимы. Но в данном случае искатились вот хотя бы вот таким вот образом, скажем спасибо разработчикам, что мы хотя бы здесь это увидим. То есть мы можем там определить какие-то параметры, потом говорим примите, например, ко всем операционным системам эти параметры. Нажимаем далее, он здесь скажет в предупреждениях, что такие-то параметры на такие-то типы операционных систем не будут применены, ну потому что их там как таковых не существует. Здесь вот у нас будет этот отчет, нажимаем next. Видим сводную информацию. Сделали. После этого создаем бейзлайн, он вот такой вот у нас простой, в одно окошко. Определяем имя этого бейзлайна и нажимаем кнопку add, выбираем из существующих бейзлайнов, из существующих, извините, configuration item, либо бейзлайны сюда тоже можно включать. Определяем то, что мы только что создали на предыдущем шаге. Включили и нажали ok. Добавили. После этого этот configuration бейзлайн нужно назначать. Мы его выбираем, говорим deploy. И здесь опять же мастер в одно окошко. Мы здесь выбираем, какой бейзлайн мы будем назначать, и только ли его можем одновременно назначить другим. Говорим remediate non-compliant rules when supported. То есть переназначать параметры, если это поддерживается. Этот функционал является не только, скажем так, системой отчета, то есть не только проверкой, но если у нас еще возможно, мы можем перезаписать эти параметры. Понятное дело, если мы проверяем наличие файла какой-то версии, мы не сможем взять и клиентам configuration менеджера создать этот файл. Но если у нас изменения касаются реестра, или если мы говорим о мобильных устройствах, это касается настройок политик, каких-то политик безопасности пароля. Если мы говорим о VMI, мы можем перезаписать эту информацию, внести ее, если она не соответствует или ее просто нет. И в данном случае мы выбираем настройки наши по паролям, определяем коллекцию all mobile devices, определяем расписание. Здесь я в тестовых целях поставил каждые 20 минут проверять, чтобы это быстрее отработало на моем айфоне. По умолчанию здесь расписание каждые 7 дней, то есть проверять соответствием параметров, и если параметры не будут соответствовать, мы их будем применять. Либо просто отчитываться серверу, что я проверил на вот это, вот это мне не соответствует, мы потом открываем отчет и смотрим, что мы проверили такие-то компьютеры, такие-то сервера, такие-то мобильные устройства, и у нас такие-то параметры равны таким-то значениям, которые не соответствуют заданным нами значениям. Выбрали еще раз говорю, configuration baseline, выбрали коллекцию, указали расписание, нажали ok, все, то есть последовательность. Создали configuration item, создали configuration baseline, назначили configuration baseline, ждем инвентаризации, точнее, извините, ждем проверки соответствия этим параметров, смотрим отчеты. Как это выглядит на айфоне? Я это сделал, потом из коробки достал айфон, включил его, подключился к Wi-Fi, и в момент сразу подключения Wi-Fi у меня выскочило вот это вот окошко. Требования ввода пароля. Это айфон, вы видели все эти значки приложений, то есть вот с этого снят айфона, с которым вы только что работали. Требования ввода пароля, мы говорим продолжить, задаем пароль, как вы видите, минимум 4 символа, нажимаем сохранить, все, то есть вот те требования по паролю, которые мы задали в configuration менеджере, вот они приехали сюда по интернету, и здесь мы их переопределили. Не было пароля, теперь пароль есть. И теперь, включая каждый раз айфон, я вот ввожу этот пароль. Вот наш функционал compliance settings, заодно там забегая вперед, может сразу и все покажу, что она здесь есть. Configuration items, configuration baselines, то есть айтемы – это те параметры, которые мы здесь задаем. Configuration baseline, мы потом включаем эти параметры в baseline. User data and profiles – это управление данными и профилями пользователя, но это неприменимо к мобильным устройствам, это управление, некоторая замена групповым политикам, управление профилями пользователями на персональных компьютерах. Remote connection profiles – это применимо и к мобильным устройствам, то есть здесь мы можем, что сделать? Задать подключение к remote-десктоп-гейтвей-серверу, указать его, не знаю, да не суть там важна, указать какой-то порт. Ой. Что он здесь? А, ему нужен fqdn. Здесь мы указываем fqdn. Вот так вот, как-нибудь. Enable, disable – то, что относится к network-level authentication, по поводу connection settings. Разрешать удаленное подключение для рабочих компьютеров, разрешать всем primary пользователям этих устройств подключаться через ростоп, через remote-десктоп-гейтвей и разрешать делать исключение для Windows Firewall, для доменных и приватных сетей. Да, включить, выключить. Простейшая такая штука. Next, next, finish. Увидели сводную информацию, нажимаем close. Ну и дальше это дело нужно назначать, как и все остальное. Говорим deploy. Выбираем коллекцию. Видите, коллекция только компьютеров. Например, там all mobile devices. Говорим, переопределять, если это поддерживается, генерировать алерты, если у нас соответствие устройств будет менее 90% от общего количества, генерируя там сообщения в System Center Operations Manager и расписание, как часто мы это проверяем. Здесь понятно? По поводу configuration, забежали немного вперед, по поводу configuration items все-таки. Создаем configuration item. Говорим, что он у нас для мобильных устройств. И выбираем, собственно, эти устройства. Извините, выбираем эти параметры. То есть, если мы выберем вот так вот все, можно просмотреть, сколько их здесь всего будет и там поклассать. Разрешать там почту через там POP и IMAP, либо там запрещать. Какие там текстовые форматы мы разрешаем, там plain text, либо HTML и plain text и так далее. Cloud, это то, что относится к iOS. Синхронизация фото, там синхронизация документов, backup и прочее. Security. Запрещаем мы SMS, MMS, либо не запрещаем. Камера. У нас там разрешено пользоваться камерой, либо запрещено. Bluetooth. Разрешаем, запрещаем. Все понятно, да. Шифрование. Включаем шифрование, либо не включаем для карты хранения данных. И прочее, прочее. Ну, я тут немножко уберу. Возьмем там, не знаю, какой-нибудь. Тот же самый там пароль. Для примера просто показать, как это работает. Пассворт вот здесь я выбирал. Говорим, required. Не менее четырех символов. Поддерживаем платформы. К примеру, все. И вот он говорит, что это не будет применяться для вот таких вот платформ. То есть для Windows RT 8.1 и для Windows 8.1. Для всех остальных применится. Наоборот, шаги поменять. Да, я согласен. Ну, пока имеем, что есть. Далее создаем configuration baseline. И говорим add. Добавить наш configuration item. Либо другие там configuration baseline. Либо проверка на software updates. Но об этом сейчас не будем. Вот они у нас есть сконфигурированы. Здесь выбираем наш. Говорим add. Можем добавить остальные. То есть их тут может быть несколько. Вот мы получили наш тест baseline. И говорим deploy. Опять же, мастер в одно окошко. Можем добавить их сюда несколько. Одновременно сделать проверку. Ну, я по умолчанию оставляю один. Опять же, там переопределять настройки, если это возможно. Генерировать алерты. Выбираем коллекцию. Либо пользователи, либо компьютеры. И расписание. И здесь на вкладке deployments можно посмотреть, куда это назначено. И процент соответствия. То есть, ну, в будущем, когда это начнет отрабатывать, мы здесь будем получать плюс-минус обновленную статистику. Далее, о чем еще кратко расскажу. Как видите, я показывал перед установкой приложений на Windows RD, показывал создание сертификатов. Вот здесь вот они, собственно, создаются. Вот я их там распространил для различных приложений, которые у меня есть. Выбираем тип сертификата. Выбираем сертификат. Не знаю, можно еще раз там взять какой-нибудь. На кого мы этот сертификат будем распространять. Summary и все. И эти сертификаты добавят на те устройства. Далее, email profiles. Профиль для Exchange ActiveSync, как вы видите. Выбираем какой-то хост, который у нас там является хостом Exchange ActiveSync. Аккаунт name. Далее, аккаунт username у нас будет UPN, либо alias. Email, адрес primary, либо UPN. Аутентифицироваться будем по сертификатам, либо по имени пользователя и паролю. Настройки синхронизации. Вы здесь видите. Поддерживаем платформы. Windows Phone 8 и iOS 5.6.7. Сводная информация. На этом все. Что у нас еще есть? Работа с VPN и Wi-Fi профилями. Вот у меня, кстати, здесь уже есть VPN профиль. Вы можете создать VPN профиль для того, чтобы не писать пользователям никакие инструкции, не объяснять по телефону, как же нужно там издавна подключиться к VPN. Вы можете создать здесь профили, они приедут на мобильные устройства, либо там вообще на все устройства. И, соответственно, после обновления политик появляется этот VPN профиль и пользователь просто через этот VPN профиль подключается к вашей компании. Ну, в смысле, удаленно к VPN серверу и серверам. Поддержка вот такой вот радости. Это CISCO, Juniper, Dell, Microsoft и так далее. PPTP, L2TP, то есть чего хотите. Поймари и так далее. Он говорит, сделать по умолчанию. Метод аутентификации. Настройки прокси, если нам нужны они какие-то. Автоматически включать VPN по запросу. Поддерживаем платформы. Но опять же мы его создали и нам нужно его назначить. Как видите, у меня вот здесь Deployed ES стоит. Кому интересно, я сейчас достану, спрятал уже, достану свой Windows RT. И у меня вот там есть мой VPN профиль, который от фирмы VPN приезжает, как бы его видно в сетевых настройках. Мы его назначили. И профили Wi-Fi. Подключать автоматически, если эта сеть доступна компьютеру. Настройки по безопасности. Что мы там, не знаю, чем мы там будем шифровать. Что выбрать? Давайте посмотрим. ВПА, ПСК. ВПА. Ну, пойдем. Ну так? Да. сервис сертификата можем выбрать. Какой он там метод-то выбрать? ВПА. 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 Апределяем там какой-то прокси сервер, если он нам нужен. Поддерживаем платформы. В принципе, все у нас. Создали. Опять же, тоже самое. Деплой нужно назначить. Только пользователи. Генерировать алерты. Проверять. Окей. В общем-то, на этом все. Я здесь оставил такой слайд заметки. Хотел бы просто озвучить, что я не буду это озвучивать. Я уже сказал, что у меня сейчас нет достоверной информации по поводу частоты обновления политик в зависимости от типа мобильной системы и типа подключения. Ну и та же самая информация по ритуару и вайп. Сейчас как бы там ходят интернетом различные информации. В официальной документации я этого не нашел. Там в правильной конфигурации, в которой это должно быть. Поэтому я сознательно опустил эти вопросы. Я их решил не озвучивать, вместо того, чтобы наговорить кучу глупостей. На этом, в общем-то, все, что я хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить.